Эксперты позитивно оценили перспективы «Восток Оилл» бизнес-экономика. 18.45.30 октября 2019 года эксперты позитивно оценили перспективы «Восток Оилл». Фото – Василий Федосенко, Reuters, эксперты, Reuters и Центра стратегических разработок, ЦСР, выяснили, что российские нефтесервисные компании по итогам 2018 года увеличили выручку на 3% до 1,45 трлн рублей за счет выручки от ремонта скважин, увеличение в 1,5 раза до 70 млрд рублей. Об этом пишут ведомости, со ссылкой на данные обзора нефтесервисного рынка России 2019. При этом в исследовании отмечается, что спрос на разведочное и эксплуатационное бурение увеличился незначительно всего на 1,3%, на 6,6 млрд рублей. Отсутствие роста добычи и темпов бурения, по мнению аналитиков, вызвано ухудшением условий добычи и ростом спроса на более дорогое горизонтальное бурение. По словам старшего директора отдела корпорации ФЭЧ Дмитрия Маринченко, развитие рынка нефтесервисных услуг сильно сдерживает сделка ОПЕК+. При этом Маринченко подчеркивает, что в среднесрочной перспективе нефтесервисный рынок может вырасти за счет поддержанного правительством мегапроекта «Востокойл» в Арктике, который, вероятно, увеличит спрос на бурение, что может привести не только к росту количества пробуренных скважин, но и к некоторому росту ставок. Современный рынок нефтесервисных услуг представляет из себя высокотехнологичное направление для реализации сложнейших проектов, в том числе и в Арктической зоне и Восточной Сибири. Роснефть, которая создала крупнейший в Европе научно-проектный комплекс, уже сейчас готова предложить рынку самые современные технологии в области «Апстрим», в том числе и уникальное программное обеспечение собственной разработки. Все эти технологии будут обязательно востребованы при реализации такого масштабного проекта как «Востокойл», в свою очередь отметил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Британская BP обсуждает с Роснефтью включение Байкаловского месторождения в проект по освоению месторождения на Таймыре «Востокойл». BP ждет решения российских властей по инвестиционным стимулам, заявил глава ВР Роберт Дадли. Дополнительным конкурентным преимуществом проекта «Востокойл» является близость к уникальному транспортному коридору Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Востокойл» сразу в двух направлениях – на европейские и азиатские рынки. Транспортировка нефти будет осуществляться танкерами ледового класса ААК-7 при частичном сопровождении ледоколами с последующей перевалкой на типовые нефтяные танкеры. С учетом больших объемов добычи в рамках проекта «Востокойл» эксперты считают целесообразным использование собственного флота. Это гарантирует своевременную транспортировку и нивелирует зависимость отставок фрахта на рынке. Предлагаемая логистическая схема позволит реализовывать высококачественное сырье проекта «Востокойл» со значительной премией по отношению к нефтесорта. Бренд. Проект «Востокойл» включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкарского кластера – Ванкарского, Сузунского, Тогульского и Лодочного, а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений и Западноиркинский участок. В новый перспективный кластер также может войти и Байкаловское месторождение, которое и разрабатывает совместное предприятие «Роснефть» и «Вэр Ермак». Важнейшую роль в создании современного ледового и танкерного флота в России играет судоверф «Звезда». Судоверф, не имеющий аналогов России, будет производить современную морскую технику ледотого класса для добычи и транспортировки углеводородов по Северному морскому пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok